Приветствую вас и давайте попробуем ответить на ваш вопрос. Так, вот в недавнего времени вы стали раздражаться мелочам. В недавнее время, конечно, понятие довольно растяжимое, но предположим, что у этого недавнего времени есть определенный период, когда он мятен. И вы знаете, вы сами говорите, что причины ссор банальные, то есть не являющиеся сколь-либо серьезными, сколь-либо важными и так далее. Вы раздражаетесь потому, что внутри вас имеется определенное неудовлетворение. И это неудовлетворение, оно достаточно глубинное, оно достаточно глубоко в вас находится, чтобы вы понимали, отдавали себе отсчет в том, как его можно, ну, скажем так, удовлетворить. И вы знаете, пожалуй, начать стоит с того, что сама по себе, ваши свекры, о которых вы говорите, да, вот, то, что свекры вам что-то говорят, вы как-то на это реагируете, вам не нравится, что муж их поддерживает и так далее. Я очень хорошо вас понимаю в этом, правда. Но, как вы понимаете, наверняка свекры, они говорили что-то и раньше, то есть, ну, какое-то время назад. Они говорили что-то и раньше, но вы, тем не менее, не так сильно на это реагировали. Значит, с того периода что-то изменилось. Что-то стало по-другому. Начинаем, пожалуйста, с того, что ваш муж, он делает это, поддерживающих свекров, потому, что они ведь его родители. И он на самом-то деле не может их не поддерживать, потому что они близкие ему люди. Да, он не прав, что это делает. Но таковы его родители. И родители их не изменить. А вот тот факт, что вас задевает подобное, говорит о некоторых моментах. И эти моменты связаны, в первую очередь, с тем, что вы внутренне в себе не удовлетворены. Как это проявляется, сложно сказать, вот так вот сходу. Лично я думаю, что у вас произошло насыщение вашими социальными ролями. То есть, что это значит? Социальные роли, это я имею ввиду, что вы хорошо справляетесь с ролью нашей супруги, с ролью еще какими-то, которые у вас есть. А вот лично для себя, лично для себя, вы на самом деле не живете. У вас отсутствует личностный рост, к сожалению. Вы не пишете здесь, есть ли у вас дети. Вы не пишете, работаете ли вы или нет, но думаю, что вы определенно чем-то занимаетесь. И чтобы это не было, то есть, чем бы не являлись ваши занятия, они, вероятно, вам не приносят должного эффекта, они не удовлетворяют вас. И вот в этом заключается основная проблема. Проблема в том, что вы не чувствуете удовлетворение, вы не делаете того, что вам бы хотелось сделать. Это означает следующее, что, по сути, вы в выполнении инферциальных своих ролей достигли определенного, скажем так, максимума. То есть, вы достигли всего того, что, в принципе, могли бы достигнуть. И дальше вы упираетесь в потолок. Этот потолок, он состоит из чего? Потолок состоит либо из других социальных ролей, то есть, например, вы, ну, знаете, можно стать мамой, если вы хотели бы ребенка, можно сменить работу на другую, если у вас есть возможность. А можно придумать себе хобби, если у вас есть, опять-таки, возможность для этого. То есть, подумать, подумать, чего вам не хватает. Жить для себя. Вот этот момент, он, пожалуй, является основным. Вы не живете для себя. Вы живете для кого угодно, для мужа, если я правильно вас понял, для, может быть, своих родных, но вы не живете для себя. Себя в социальных кровях вы потеряли. И вот это то, что вас очень сильно напрягает. По крайней мере, это наиболее вероятная причина, по которой вы агрессируете и чувствуете раздражение. Что есть раздражение? Раздражение – это следствие, не имеющее выхода энергии. То есть, у вас есть какие-то энергии, у вас есть какие-то желания, у вас есть какие-то потребности, есть какие-то стремления, но вы их не реализуете. Почему? Потому что что-то вам не дает это делать. Можно, конечно, сколь угодно много говорить о том, что именно вам не дает реализовываться, но я думаю, что это можно заключить, исходя из анализа вашей жизни, из анализа ваших предпочтений, а главное – из сравнения, чего вы хотели и что вы имеете, что вы сейчас на данный момент получаете. Следующий очень важный момент заключается вот в чем. Вы спрашиваете нас, как вы хотите стать такой же веселой, как раньше, доброй, позитивной девочкой. Вспомните тогда, вспомните, о чем вы мечтали тогда, что вы делали, что для вас было актуально и чего вы хотели. Вот это поможет вам как раз таки реализовать свое основное желание. Но необходимо понимать, что те дни, те ситуации, те моменты, когда вы были доброй и позитивной девушкой, они прошли. Их, к сожалению, больше нет, и их не будет. Но вам важно вспомнить, какие чувства как у вас были в наличии вот в тот период. Для чего вам это вспоминают? А чтобы обрести для себя как раз таки понимание того, что вам необходимо. То есть, вы сейчас живете воспоминаниями, у вас прям даже бессмонт начинается с того, что вы раньше были доброй, позитивной девочкой. Вы сейчас живете воспоминаниями. А воспоминаниями человек живет только тогда, когда, простите, его не удовлетворяет его настоящая реальная жизнь. И вот почему она вас не удовлетворяет, вот в этом нужно разбираться. Чего в ней нет того, чего бы вам хотелось, чего не хватает. Вот об этом нужно разговаривать, это нужно выявлять и к этому стремиться. для начала попробуйте создать такой уголок, если можно так выразиться, уголок, образец, где было бы между вами и окружающим миром только вы. не находилось бы. То есть, чтобы ничего больше между вами и окружающим миром не находилось бы. Это очень важный момент. Дело в том, что вполне вероятно, вы совсем не бываете одна. Если вы работаете, то вы находитесь на работе и выполняете свой профессиональный долг. Если вы дома, то вы там с мужем или со свекрами или как-то еще. Вы не бываете одна, вы не принадлежите сама себе. И именно поэтому скорее всего вы и забыли, каково это принадлежать только себе хотя бы какое-то время. чувствовать чувствовать только себя хотя бы какое-то время и четко понимать, что вы хотите от жизни сами. Вам же сейчас, опять-таки, это по моему мнению, вам же сейчас навязывают чужое мнение ваши родные. И это тоже напрягает. Это тоже вам не нравится. если вы еще как-то можете поговорить, что другие люди явно вашими интересами не особо интересуются. Прошу обращения за автологию. И вот таким образом давайте мы с вами сейчас подумаем вот о чем. Ну вот мы определили с вами да определили с вами что может являться причиной вашего состояния. И в этом направлении вам стоит идти на начало обеспечив себе пребывание в хотя бы небольшом промежутком времени в уединении. Этот момент мы с вами определили. Дальше следующий важный аспект. Следующий важный аспект заключается в том что есть проблема связанная с тем что говорят свекры вас задевают так как они говорят. вот эта проблема является не менее важной. Значит почему вас это задевает. То есть смотрите человек что-то говорит он говорит что-то для себя явно потому что вы не очень волнуете ваших свекров я надеюсь что вы это понимаете отдаете себе в этот подсчет что вы не очень волнуете своих свекров. люди вам что-то говорят. Вы по какой-то причине обижаетесь на них за это. два ключевых момента которые мне хочется сказать в связи с этой ситуацией в связи с этой вашей реакцией. Во-первых задевает и обижает нас как правило то что находит отклик в нашей собственной душе то есть здесь можно говорить о том что вы сами где-то в глубине души в какой-то мере согласны с тем что говорят вам ваши свеклы и это вас не устраивает вам это не нравится вам это противно именно поэтому вас это задевает. В качестве примера я могу привести такой разговор такой диалог между двумя людьми когда бедный человек говорит богатому о том что он бедный и богатый естественно в ответ на это просто-напросто засмеется и скажет ну у тебя не все в порядке с головой явно а если бедного человека назвать бедным он скорее всего обидит потому что понимаете в глубине души что это правда и вам нужно понять что именно вас задевает и в этом направлении то ли работать чтобы убрать эти слабые уязвимые для вас точки стороны и так далее второй важный аспект который необходимо заметить он связан с тем что вы по какой-то причине противопоставили представляете себя свекром то есть вы считаете этих людей равными равными себе и вы считаете что эти люди обращают на вас свою энергию свое внимание свои силы в действительности это ошибочное мнение потому что люди которые говорят то что вас задевает говорят это не для вас говорят это для себя реализуя какие-то свои собственные желания стремления и потребности а себя они не противопоставляют вам как вы думаете противопоставляют себя им в ответ а они через вас достигают того что им нужно то есть вы по сути для них средство и если бы на вашем месте был бы кто-то другой любая другая женщина и не верите если вам будут говорить не верите если вам будут говорить другое будь на вашем месте другая женщина с вами бы вели себя хоть точно так и это снимает личностную окраску того что между вами происходит пожалуй осознание этих двух направлений поможет вам кричать болезненно реагировать на то что говорят о вас сверк что можно вам сказать напоследок напоследок можно сказать вам так чтобы сохранить семью чтобы не разрушить ее нужны уступки компромиссы нужно понимания нужно терпения и четкое осознание того что вы своих свекров не измените но с мужем вы можете прийти к определенному компромиссу если будете с ним разговаривать в спокойном выдержанном серьезном тоне говоря ему о том что вы принимаете свекров такими какие они есть но при этом не хотите терпеть то что вам лично неприятно и даже не то что вам лично неприятно об этом мы уже говорили да про обиды а именно то что нарушает ваши личные границы потому что никто не вправе нарушать их без вашего на то прямого разрешения и вот это то что очень важно это то что очень важно чтобы уважал ваш муж если он не уважает то что вы чтите и бережете свои личные границы то отношения с таким человеком нужно пересмотреть чтобы привести их в соответствие с сохранностью и целостностью ваших личных границ на этом все надеюсь что помог вам уважаемая Екатерина я думаю что нельзя решить вашу проблему до конца по крайней мере а вот в формате ответ дело в том что вам нужно определить чего вы хотите вам нужно понять чего вам не хватает вам нужно понять ориентиры направления и векторы куда двигаться вам нужно вероятно или возможно понять почему муч занимает позицию свекров а не вашу и если потребуется показать ему что вы ему не принадлежите то вы никуда не денете то вы будете отстаивать свои права то вы будете отстаивать свои интересы я думаю что в одном ответе это не решить и потому если вам понравился понравился мой ответ я надеюсь что вы не только сделаете его лучшим я об этом вас прошу если вам понравился я надеюсь что вы обратитесь ко мне за дальнейшей работой если вы думаете что я как-то заманиваю вас или говорю вам что вы обязательно не работаете со мной нет ничего подобного вы можете взять на вооружение те векторы те элементы которые я выделил и поработать с ними у других специалистов если у вас возникнет такое желание то что я вам дал это общее направление это общее рекомендации если вы считаете что можете справиться с ними сами пожалуйста это ваше право но быстрее и четче будет сделать это с помощью психолога что касается того как я работаю то в таком формате вам будут записаны еще ответы на ваш вопрос только надеюсь более развернутый вопрос и запись ведома тем что вы можете вернуться к ней в любое время она не удаляется и переслушивать несколько раз если потребуется я желаю вам всего доброго я желаю вам удачи а я надеюсь что вы примете верное решение до свидания до свидания до свидания до свидания